Меня зовут Кристина. Меня зовут Галя. Мы делаем проект «Гедонизм и сайклинг». Это проект про велосипеды, но не только про велосипеды, это про людей, про жизнь, про наслаждение, про лайфстайл. И в том числе совсем недавно мы открыли велосипедное кафе. И это поп-ап-проект, который открылся только на лето. То есть это сезонное кафе от нашего проекта в коллаборации с винным рестораном «Мирулы». И это заведение, конечно, в первую очередь, наверное, для велосипедистов. Ты абсолютно осознанно находишь для себя круг общения, супер увлекающихся своими историями людей. Бывает такое, что иногда тебе кажется, что у тебя нет сил что-то пережить или что-то сделать. И именно вот эта сила комьюнити, она позволяет тебе просто расти с каждым днем. Ты ощущаешь эту поддержку очень сильно. Ни одна наша поездка даже на велосипеде не начинается, не заканчивается без чашечки вкусного кофе. И в этом месте мы объединили все то, что мы искренне любим. Мы называемся «Велосипедным кафе», но мы рады всем гостям. К нам часто приходят не только велосипедисты, и не обязательно с велосипедами. В какой-то момент мы решили сделать велокэмп. То есть просто поехать в путешествие, пригласить других ребят. Включить туда наслаждение природой, наслаждение средой, местностью. Мы не позиционировали себя как спортивный лагерь. То есть это такое место силы. Дизайн-студия «Джоннифь» — это студия по покраске велосипедов. Женя, который основал ее, наш хороший друг. Привет! Что, моя рама готова, нет? Теперь можно покрасить рамы. Очень интересно, сделать какой-то особенный дизайн. Раньше такой возможности не было, и все просто покупали новые велосипеды. Главное направление, которое я хочу развивать, — это индивидуальный дизайн для заказчика. И так как велосипед последние годы — это моя страсть, и работа прежней мне не доставляла какого-то особого кайфа, я решил совмещать свое хобби, увлечение и реализовать себя в творческом направлении. Женя — это тот человек, который тебе порекомендует и сделает какую-то невероятную покраску рамы. Ты увидишь свой велосипед, не узнаешь его, влюбишься заново и будешь кататься как на новом. Получает от него какой-то огромный восторг. Сегодня мы заедем в одно тоже очень классное заведение. Оно называется «Фика». Это вегетарианское кафе. Есть достаточно большая тенденция, мы замечаем это, что очень многие ребята, которые катаются на велосипедах, они следят за своим питанием, и на самом деле очень многие ребята являются вегетарианцами. «Фика» — крутое место, и в том числе некоторые наши друзья, вегетарианцы, работают там поварами, и мне кажется, будет круто с ними повидаться. Мы сегодня попробуем анигиразу, это наша большая любовь. Японское блюдо из риса, в листьях нори. Они какие-то разные бывают, да, потому что большие разные были свекольные, да? А эти какие-то… Это тофу? Это капуш. Это сито. Сито? Да. Это лучшее питание, которое может быть прямо перед заездом. Обязательно попробовать. Я горжусь всеми теми знакомствами и людьми, которые нас окружают. Интересные в разных областях ребята, и это каждый день открытие. Ты открываешь для себя просто какие-то новые грани, новые вселенные вокруг. После каждого кемпа чувствуется, что мы посеяли какое-то очень правильное зерно. Мы всегда рады помочь ребятам, с которыми случилась какая-то неприятность на дороге. Сегодня, например, мы ехали, и, собственно, такая беда произошла со мной. Я проколола переднее колесо, и мы добрались до кофейни. И ребята очень мило помогли. Все очень быстро сработали и поменяли мне камеру. Мы действительно не представляем свою жизнь без велосипедов. И в какой-то момент это стало просто ассоциироваться с нами. И мы решили, что мы хотим донести это дальше и передать это другим людям. Да, это такой наш образ жизни, который, на самом деле, очень сильно отзывается в нас. Когда я знаю кого-то лично, это в первую очередь о комьюнити, о поддержке, о возможности что-то дать человеку, что-то принять, обменяться чем-то. Для меня это доверие, это комфорт, это просто очень здорово знать кого-то лично.